что делать если у вас не приняли груз то есть ситуация такая вы подъезжаете на разгрузку нормально ты мужик затарился но так вам говорят паркуйтесь там на например на док 234 вы подъезжаете двери трейлера опломбированы то есть вы срываете пломбу открываете двери чтобы парковаться на разгрузку и видите что например ваши палеты с апельсинами там не знаю мандаринами авокадо или еще чем-то лежат наклонились или рассыпаны вообще по всему трейлеру то есть видите такую ситуацию и не знаете что делать понятно что все будут хотеть повесить это на водителя водитель зарабатывает не так много чтобы оплатить не знаю там 15 тонн апельсинов или съесть что делать в такой ситуации восстановление вот этих палетов заново упаковка вся эта полностью называется рестак сделать заново стак снова поставить упаковать установить груз заново то есть вам нужно спросить там же на месте на складе можно ли здесь как-то или заплатить или узнать как вам сделать рестак потому что у вас проблема с грузом или вам могут помочь на месте или там как-то может быть так просто что вы сами это можете сделать что вряд ли возможно потому что палеты весят много если они посыпались то вряд ли вы сможете их собрать обратно закрепить как-то чтобы они снова не разваливались не падали вы узнаете на месте или может ли этот склад сделать рестак или нужно вам это заплатить за это вы делаете все фотографии постоянно когда вообще вам советую когда вас загрузили делаете фотографии прежде чем закрыть дверь и повесить пломбу или вы сами это делаете или склад который вас грузил делает это всегда делаете фотографии груза до того как как закрыты двери, потом, когда двери вы открываете, то есть все фотографии должны быть сделаны. Очень часто как бы это вина тех, кто неправильно загрузил. Очень часто эти проблемы могут быть решены, и не стоит сразу хвататься за голову и впадать в истерику. То есть если этот склад не может ничего предоставить, просто говорит вам, все, мы не принимаем загрузку, уезжай. Вот не принимаем загрузку, уезжай. То есть что делать? У вас, если вы поедете дальше, у вас дальше груз этот посыпется, куда вам деваться, вам надо снова освободиться от этого груза, куда-то сдать его. Например, очень часто можно узнать номер телефона любой компании, которая делает рестак. То есть если у вас не принимают груз, то есть определенные фирмы, которые снова собирают этот груз, делают, то есть из него, ну, снова собирают их в палеты, палеты закрепляют, обматывают пленкой, то есть восстанавливают всю эту загрузку, чтобы у вас ее приняли. Там может быть какой-то есть бой, какой-то процент, там, не знаю, несколько коробок там, но если у вас не примут там несколько коробок, вполне возможно, что это уже будет решаемо. Это могут списать на тех, кто загружал, кто неправильно сделал загрузку, поэтому вам нужно иметь все фотографии, то есть они, может быть, плохо загрузили, не установили аэрбэги, то есть не закреплен этот груз был, и вы, например, не имели никакой возможности его закрепить. Вы узнаете телефон компании, которая делает рестак, или на том складе, где вы разгружались, или вам нужно просто использовать Google, искать там какие-то рестак, рестор, логистикс, там какие-то, то есть рестор, рестак, то есть восстановление груза, вот этого установленного груза. И затем вы, если вы нашли такую компанию, то есть вы едете туда, и они вам собирают весь этот груз, рассыпавшийся собирают, снова устанавливают на палеты, закрепляют и делают все, как это должно быть, чтобы вы смогли этот груз сдать. То есть вот такой совет, то есть такая проблема, с которой я уже сталкивался. Если вам обязательно нужно делать все фотографии в процессе того, как они будут делать этот рестак, они будут разгружать этот груз, то есть если он был установлен неправильно, если там нет аэрбэгов, если вы никак не могли его довести без этой проблемы, потому что вы не летите по воздуху, вы не едете по рельсам, там везде есть кочки какие-то, ямы, ухабы, непредвиденные резкие торможения. То есть понятно, что вам нужно ехать аккуратно, понятно, что вам нужно стараться ехать чуть-чуть ниже спидлимита, не гнать, не торопиться никуда, потому что все-таки вы ведете тяжелую, опасную грузовую машину. Но все-таки, как бы то ни было, это случается, это неприятно, и дай бог, чтобы вся эта вина не легла на водителя, потому что водитель, как бы опломбированный груз, он не может как бы в процессе езды там заехать на яму, потом остановиться, зайти в трейлер и проверить, не упало ли что-то, потому что трейлер опломбирован. То есть ребята на складе загрузили, повесили пломбу, и все, вы едете от точки до точки. То есть до вашего destination вы не можете каждый раз, каждые 100 миль там открывать двери и посмотреть, в каком состоянии груз. Едьте аккуратно, удачи вам на дорогах, дай бог, чтобы все проблемы решались и не вешались на водителя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok